Всем привет, добро пожаловать в новое видео. За мной находится огромная посылка из Америки, я уже частично ее распаковала. Это кое-что особенное, то, что я давно хотела, и то, что я купила себе к новогодним праздникам. То есть это мой подарок для меня. Заваривайте себе чай-кофе, лично я уже это сделала, и давайте поболтаем о разном. Почему я решила заказать посылку в Америке? Ну, во-первых, у нас не все бренды представлены, которые мне были интересны, а во-вторых, даже если они есть на польском рынке, то не весь ассортимент, нет того, что мне нужно было. И в-третьих, очень часто бывает так, что у нас что-то продают по стандартной цене, это все уже давно в аутлетах Америки. Еще один момент, это разнообразные акции скидки, там они гораздо интереснее, так просто выгоднее покупать. Мы с вами находимся в преддверии зимней распродажи, поэтому как никогда актуально. И также не все американские магазины доставляют и в Польшу, в том числе и в Россию, в Украину, в разные другие страны. Поэтому мне пришлось воспользоваться посредником. Я всегда заказываю через Бандерольку, уже несколько лет, мне есть что сказать, но об этом давайте чуточку позже. Даже не знаю, с чего начать, потому что все абсолютно любимое. Ну давайте, наверное, с того, без чего я себе не представляю нахождение дома. Если вы давно меня смотрите, то помните, что три года тому назад, когда мы переезжали сюда в дом, я заказала себе тоже, кстати, из Америки через Бандерольку тапочки от бренда Уг. Они настолько теплые, они такие уютные, они легкие и, что самое главное, они мега прочные. Я думаю, что они служили бы мне и дальше, но наша собака, которая появилась в этом году, почему-то решила, что тапки это самая привлекательная игрушка и помогла им окончательно износиться. Поэтому я, недолго думая, в первую очередь заказала себе тапки. У меня вот такая модель, я уже с удовольствием их ношу. Они выполнены из овчины, они фантастически мягкие, они настолько клевые. Я, не знаю, каждое утро просыпаюсь, надеваю их и ношу, не снимаю. Я, наверное, странный человек, при том, что я купила себе две пары новых, я все равно не выбросила старые. В общем, тапочки это моя абсолютная любовь. Да, с годами немножечко притаптывается мех, но это никак не влияет на их теплоту. Они очень теплые и даже летом я в них хожу. У нас есть подогрев пола только на первом этаже, но я настолько к ним привыкла, я так с ними сроднилась, что для меня это настоящий вот такой домашний фаворит. И я думаю, что со временем это тоже не изменится. Это также очень классный подарок. Я хочу вам сказать, что они стоят каждой копейки и они очень-очень долго будут с вами. Я от них балдею, есть разные расцветки и небольшая подсказка. Если вам интересен этот бренд, если вы хотите купить себе какие-то полусапожки или для деток какую-то обувь. Во-первых, у них на официальном сайте самый большой выбор. А во-вторых, есть огромное количество аутлетов, где вы можете купить это все с хорошими скидками. Я обязательно в инфобоксе сделаю вам подборку тех сайтов, куда я советую заглянуть в первую очередь. А во-вторых, я постараюсь найти что-то, что сейчас есть в наличии по выгодным ценам. Также я много раз заказывала в Америке сумки Майкл Корс, рыбокаминков, до сих пор она со мной. И я приобретала их с очень-очень хорошей скидкой, реально. И я думаю, что нигде похожей цены вы не найдете. Даже при том, что я в Польше плачу налог, все равно так получается экономнее. Вот такая первая модель. И я выискивала такие же тапочки, как у меня были в прошлый раз. Потому что они были с таким узорчиком, как бы здесь. И тогда не видно было пятен. Я с ними особо как-то осторожно не обращаюсь. То есть, когда готовлю я все равно в них, на них что-то капало там, что-то там падало. И вы знаете, они хорошо чистятся. Они не требуют какого-то специального ухода. И я очень надеюсь, что Мика не решит, что это подарок для нее. Стараюсь их от нее прятать. И вторая модель выглядит вот так. Она совершенно другая, такой летний вариант. Я шучу, это тоже овчина натуральная. И эти тапки также отличаются от многих тем, что в них вообще не потеет нога. То есть, я ношу их даже летом. И теперь у меня есть вот такая пара на теплое время года. Не могу без них, на самом деле. Очень такая прочная подошва видно. И я пробовала покупать другие. То есть, тоже на натуральной овчине, чуть дешевле. Но они разваливаются спустя год. Эти действительно проверены временем. Поэтому я взяла себе сразу две пары. Потому что, опять же повторюсь, была хорошая акция. И обе пары, кстати, у меня в размере 38. Мне все хорошо подошло. Я беру всегда чуть-чуть побольше, с запасом, так сказать. И эта модель также представлена в разных цветах. Кто здесь со мной уже давно? Года так 4, а может даже и 5. По-моему, после рождения Игната я купила себе кожаные конверсы. Тогда мне удалось их найти в стационарном магазине в Польше. Сейчас их просто нет. Нигде, ни в одном интернет-магазине. Я подумала, что их сняли с производства. Но я заглянула на официальный сайт конверса и нашла кожаные. Кожаные конверсы это самые прочные белые кеды. Они очень аккуратные. Я знаю, что для некоторых это слишком тяжелая пара обуви. Но я не понимаю, как такое может быть. Потому что это та пара обуви, которую я надеваю и я в них летаю. Я побывала в них во всех поездках, в горах. Я стирала их миллион раз в стиральной машине. И со временем я просто-напросто их убила. Я думаю, что ни одна пара обуви этого не пережила бы. Потому что моего вот такого жесткого обращения, как я люблю говорить, я не люблю служить вещи. Я люблю, чтобы вещи служили мне. Их срок годности истек. И я решила заказать себе новые. Как же я рада была, когда увидела кожаные конверсы на сайте. Я не совсем представляю, как можно носить именно тканевые. Потому что это светлая пара обуви. Они очень быстро пачкаются. А если у тебя есть дети или собака, или то и другое, как в моем случае. То ты только выходишь из дому чисто. Возвращаешься так, как будто по тебе пробежало стадо баранов. И вообще, ты непонятно куда упала. Все ноги вечно обтоптаны. Это моя вечная проблема. А тут берешь тряпочку, протер и все хорошо. И это такая пара обуви, которая подходит ко всему. Даже к самому элегантному образу. Единственное, что я не могу их носить, когда у нас зима. У нас нет суровой зимы, а такая полуосень. В зимнее время года. И тогда я выбираю что-то на подошве потолще. Но в большинстве случаев, то есть это начало осени, это весна, где-то с апреля, все лето я гоняю в них. И они стоят адекватных денег. То есть это не что-то прям супер дорогое. Но опять же, были скидки. Поэтому я взяла две пары. И сейчас покажу вторую. Как вы знаете, обувь упакована еще в дополнительные коробки. Но я специально во время заказа все это попросила убрать. Чтобы это не занимало лишнее место и не прибавляло вес моей посылки. Я сказала, что я пользуюсь услугами посредника. Это Бандеролька. Они доставляют товары из Америки и также из Европы. Я заказываю через них уже лет шесть, наверное. И каждый раз у меня нет каких-то «но». То есть я могу сказать, что они являются надежным партнером. У них есть свои склады в Европе и в Америке. У них есть трекинг ваших посылок на складе. То есть ничего не потеряется. Ваши данные останутся только у них. Они никуда не просачиваются, что иногда случается. И поэтому я советую вам выбирать только тех, кто хорошо себя зарекомендовал с годами. И кому можно на самом деле доверять. Мы с вами находимся на сайте Бандерольки. Он, кстати, очень простой и удобный. И у каждого зарегистрированного пользователя есть свой личный кабинет. Для того, чтобы доставить посылки из Америки, вы получаете ваш личный адрес склада Бандерольки в Америке или же в Германии, если будете заказывать что-то из Европы. И когда вы оформляете любой заказ на американском сайте, вы отправляете его именно сюда. Когда посылки приезжают на склад, они автоматически появляются в вашем кабинете. Вот весь мой заказ. Потом Бандеролька объединяет их в одну большую посылку и присылает прямиком к вам домой. У Бандерольки плотные качественные коробки. Нигде ничего не развалится по пути. И все всегда приезжает целым. То есть я заказывала что-то хрупкое не только сейчас, но и раньше. Также у них есть очень много сотрудников. У них есть помощь при покупке. Если вы чего-то не можете сделать сами, если вам нужна какая-то техподдержка, так сказать, вы всегда можете к ним обратиться. Вы можете доплатить совсем немножко и просто отправить ссылки на то, что вам нужно. Все выкупят за вас. То есть вы совершенно не заморачиваетесь. Помимо этого у Бандерольки сейчас появился свой кэшбэк-сервис. То есть вы можете пользоваться их услугами и еще процент от ваших потраченных денег возвращать себе и повторно тратить на заказы. У них еще и сейчас появился такой интернет-магазин, где можно докупить какие-то вкусняшки, какие-то витамины. Когда ты заказываешь из Америки, то сразу можно все собрать опять же в одну посылку. Я покажу, что мы выбрали для себя. Я всю информацию оставлю вам в инфобоксе. Ну а мы с вами продолжаем. Та-да-да-дам! Да, я таких тоже нигде не видела. И они тоже есть в белом цвете. И издалека они даже не особо напоминают конверс. Но предыдущая модель это была классика жанра. Это та модель конверс, чак классический, которая особо не меняется с годами. Они есть в разных расцветках. Они есть и завышенные, и такие глубже вырезанные, так сказать. Если вы хотите цветные, чак, вот как предыдущие, они очень часто бывают там со скидкой 50%, даже 70% я видела. Поэтому если хотите как-то разбавить свой гардероб, то обязательно заглядывайте. Но у конверс, как оказалось, есть так много разных моделей, и огромное преимущество ко всему вышесказанному, это то, что у них есть половинки. Если вам нужно 37,5, 36,5, если вы носите очень маленький размер, там 35,5, у них вы тоже это найдете. Есть и детские конверсы. В общем, что ваша душа пожелает. У меня там разбежались глаза, но я уже давно хотела себе приобрести черные кожаные кеды. Да, это тоже кожа, и они очень такие сдержанные, тоже классические, тоже будут актуальны. Чуть не врезала себе в глаз. И мне очень понравилось, и мне хорошо подошли размеры, потому что я знала, какое я ношу. Я еле там вычитала, но я помнила, что да, я много раз говорила о половинках, поэтому я там где-то прикинула. Напишу обязательно в инфобоксе, какой у меня, если вы носите 37,5, то будете тоже знать. И я даже так с замиранием сердца думаю, подойдут, не подойдут, это все примеряла. Но все прекрасно, и вот здесь уже, видите, подошва потолще, поэтому я смогу их носить даже сейчас. Очень многие пары брендовых качественных очков у меня из Америки. Вы себе не представляете, какой там выбор и какие там цены. Недавно я видела такие же очки Tom Ford, как у меня, и я прямо аж так зубами заскрепила, думаю, ну ладно. Я даже предложила моей маме такие же очки, которые вам безумно нравятся. Боленсиага, вот летом я начинаю их активно носить, и вы все, Оля, откуда у тебя очки? А я их купила с 90 или с 80% скидкой. То есть, ну реально, учитывая начальную цену, это вообще была мега покупка. И это точно оригиналы, такой возможности нет, чтобы это были подделки. Это официальные аутлеты, поэтому без проблем можете заказывать очки. Я приблизительно знаю, какие модели мне подходят. Есть и классические, какие-то супертрендовые, очень интересные. Ну в общем, на любой вкус и цвет. Мужские, женские, просто можно купить оправу. И я нашла очки, то ли с 45% скидкой, то ли с 50%. Вот сейчас я забыла, заказывала их на сайте Nordstrom Rec. То есть, это тоже аутлет Nordstrom. Всегда хочется по-другому сказать, поэтому я так аж вдумываю, что я произношу. И я знала, что эти очки будут для мамы. Так как я оформляла свой заказ раньше, и только потом купила ей сумку в подарок. То есть, это не специально так. В общем, очки от бренда Gucci. Они пришли без коробки, но с футляром оригинальным. Есть документы, есть серийный номер. Все здесь так, как положено, так, как должно быть. Очень красивый, бархатный, такой салатовый футляр. И очки я знала, что маме идут те, которые идут мне. А иногда и даже лучше в моих очках. Поэтому я без проблем заказала. И я знаю, что ей нужны очки покрупнее. И очки от бренда Gucci. Вот такие кошечки. Знаете что? Когда я увидела очки Lolita, я просто обалдела. Тогда они стоили 100 долларов, когда я их заказывала. И я их где-то, к сожалению, посеяла. Я все сидела и думала, может их себе взять. Сейчас прям супер сильно жалею, что этого не сделала. Очки очень классные. Но мои любимые мамочки. Почему так много подарков для мамы? А почему нет? У меня встречный вопрос. Вот такие очки. Это классика. Несмотря на то, что это Gucci, все сдержанно, все очень скромно, лаконично. Нет никаких супер кричащих логотипов. Я аккуратно снимаю, чтобы не смазать себе половину штукатурки, которая сейчас на мне сегодня накрасилась от души. Просто скромно написано, что это Gucci. И тоже напишу вам, что за модель. Потому что они очень-очень красивые. Здесь вот такой легкий градиент от темного-черного к более светлому-серому. И они очень здорово защищают глаза от солнца. Я сегодня их пробовала надевать на улице, чтобы посмотреть, как они работают, грубо говоря. У нас сегодня солнечный день и все хорошо. Так что у мамы теперь будет вот такой стильный наборчик. Сумка и очки. А теперь шок-контент. Я купила кашемировый шарф за 32 или 30 с чем-то долларов. В общем, попробуйте, найдите кашемировый шарф за такую цену. Бренд мне неизвестен. Порталану. Наверное, так это читается. И мне хотелось вот такой тоненький шарфик, который я просто намотаю, который не будет создавать мне объем вокруг шеи. Это в принципе под что угодно. Главное, чтобы все это было закрыто. Я боюсь сейчас сильно двигаться и как-то шелестеть, чтобы в микрофон это все не трещало. Но я обязательно покажу вам в примерке, как это выглядит. Он такой мягкий, он такой нежный. И были во всех расцветках. И разные модели от разных производителей. Как шерстяные, так и кашемировые. И сейчас почему-то я тоже не всегда хорошо реагирую на шерсть. Я покрываюсь пятнами. То есть все, что ношу ближе к телу, особенно там, где декольте, мне нужно что-то прям некусючее. Изо дня в день это меняется, поэтому может через месяц там будет все равно, что носить. Но мне хотелось кашемировый, качественный шарфик именно черного цвета. У меня есть очень большой черный шарф, и он совершенно непрактичный. Пока его намотаешь, потом куда его пристроить, когда снимаешь пальто и носишь его в руках. Ну, в общем, мне хотелось чего-то прям такого, знаете, чтобы было тепленько, но чтобы не объемно. Очень классный, и я бы еще взяла себе бежевый. Ну, на пробу сначала заказала этот. В следующем заказе, когда насобираю чего-то еще, обязательно закажу и светлый. Я с Бандеролькой уже столько лет, и они все это время кладут вот эти желейные конфеты. Они прям приучили к тому, что когда посылка приезжает от них, вот такой сладкий бонус. Так что я подкреплюсь. Слушайте, это прикол. Теперь я могу себе позволить не растягивать это удовольствие. Когда я уже оформляла посылку в магазине Бандерольки, я решила забросить вот эти конфеты. Ну, просто, знаете, чтобы детям что-то вкусное привезти. Привезти в кавычках. Они очень обрадуются, конечно, они вкусные, но я не думала, что это будет настолько большая коробка конфет. Здесь 90 отдельных саше. Хватит на очень долго и удобно куда-то брать с собой. Эти конфеты без ненатуральных красителей. И также они на основе фруктового сока. Еще здесь есть витамины А, С, Е. И я была приятно удивлена. Коробка впечатляющая. Мы с вами подбираемся к Сифоре. Я заказала несколько подарочков для себя и также для вас. Начнем с мелочевки. Я обожаю фанатею «Жить не могу» без пудры от Hourglass. Она, кстати, без талька. И это та финишная пудра, которая как ластик стирает все погрешности макияжа, все дорастушевывает, делает вашу кожу сияющей, но не подчеркивает текстуру. И также мне безумно нравится то, что если где-то там сильно заехала с тенями, то раз-раз-раз и все как-то, вы знаете, сглажено так, как отблюрено, как отфотошоплено. И при вечернем макияже это супер красиво. И при дневном это настолько элегантно. И эта пудра еще и дает дополнительное покрытие. И в моей палетке пудра, которая у нас не продается в таком цвете. А остальные мне не подходят. Я нашла, конечно же, на официальной Сифоре. Сифора не доставляет к нам в Польшу, сифораком которая. Поэтому я решила, что пудра это первое, что обязательно должно быть у меня в заказе. Я напишу вам тоже название оттенка. Вот такая пудрочка. Здесь ее уже не 2 грамма, а так, чтобы наверняка хватило надолго. Очень качественная упаковка. Здесь еще и зеркало. И вы уже настолько наслышаны от меня об этой пудре, что мне кажется, уже не нужно как-то тут разглагольствовать. Следующее тоже Hourglass. Это Concealer. И у нас 2 самых популярных оттенка. Один для более загорелой кожи, а второй чуть светлее. То есть мой такой зимний. Они или всегда распроданы. У нас даже тестеры их убирают. То ли их недостаточно привозят, то ли их вообще перестали доставлять. В общем, я когда-то в самом начале, как только они появились в продаже, попробовала и думаю, вот один или второй нужно взять. И потом все, до свидания. Их просто не найти. Так что я решила, раз я заказываю что-то из Sephora официальной, то я закину этот консилер. А вдруг? И вы знаете, это консилер, который очень сильно напоминает не тарт, только как он там назывался, как Too Faced. Такой большой, с большим аппликатором. И по свойствам он напоминает Tarte Shape Tape, но не такой сушащий. То есть он скроет бессонную ночь, какую-то усталость, какие-то генетические особенности. Он очень хорошо маскирует. Он застывает, у меня он не скатывается в морщинки. Я всегда закрепляю или пудрой Wet n Wild, или же Too Faced, тоже прозрачной. Очень мне нравится и с оттенком я угадала. Тоже часто им пользуюсь, он очень классный. И здесь такой приятный аппликатор. То есть он как будто стандартный, но он какой-то такой мягкий. И я теперь хочу себе еще пудру, просто матирующую, тоже от Hourglass. Как-то не знаю, мне этот бренд сейчас очень близок по духу. И поэтому я заказала кое-что еще. Я всегда стараюсь думать о своих зрителях. И с мыслью о вас я заказала то, чем пользуюсь сама. То, что мне очень нравится, еще и в таком лимитированном оформлении. Это палетка от Hourglass, в которой собраны все необходимые средства для макияжа лица. Это и пудра, хайлайтер, бронзер и румяна. В универсальных оттенках, очень качественные, очень красивые. Я себе тоже такую хотела же, у нас их очень быстро раскупили. Участвуют, как всегда, все подписчики и старые, и новые. Все условия я оставлю в инфобоксе. Это подарок номер один. Как вы понимаете, победителей будет два. И второй подарок, это палетка от звездного визажиста Марио, который красит Ким Кардашин и всех остальных. Он недавно запустил свою линию косметики. На эту палетку очень хорошие отзывы. Здесь такие сияющие разные оттенки, которыми вы можете дополнять свой макияж, делать более нарядным. Эта палетка вдохновляет на эксперименты. И в следующем заказе я себе такую возьму. Эта палетка с сияющими тенями, с такими переливающимися. И мне хотелось бы, чтобы ваши глаза блестели, сверкали в новогоднюю ночь. Поэтому вот такую красоту я буквально отрываю от сердца и дарю вам. Можете посмотреть сводчи на сифоре. Буквально движением одного пальца получается красивый макияж. И в конце я расскажу вам, как делать не надо. Это Дайсон, о котором я мечтала. Я и думать о нем не думала, пока не увидела у многих блогеров. Мне тоже захотелось, мне тоже стало интересно. Ну и потом мой муж купил пылесос Дайсон. Я ничего не получаю от них на обзор. Это лично мои приобретения. И я поняла, что пылесос Дайсон это лучшая вещь, которую мы купили в этом году после кофемашины. Это очень грамотное вложение денег. И я решила купить себе гаджет для волос. Тем более, что моя фенщетка сломалась. Но меня предупреждали, что, Оль, здесь другое напряжение для американского рынка. Что на европейском понадобится или переходник, или же трансформатор. В конечном итоге у меня есть и переходник, и трансформатор. И раньше я через бандерольку заказывала и кларисоник, и лампа у меня есть. Тоже там она работает от переходника. Все нормально. Но Дайсон очень хитрые ребята. И они все сделали таким образом, чтобы это устройство не работало. Если оно не выпущено на определенный рынок. То есть здесь какие-то припарки и примочки не помогают. Но хорошо, что есть нужные знакомые, так сказать. Я все же не советую вам заморачиваться именно с Дайсоном. Любая другая техника. Окей, телефоны там все работают. Но Дайсон, вот подложили такую свинью мне. Мне пришлось немножечко с ним потанцевать. Почему не фен? Потому что в этом наборе есть и фен, и насадка для расчесывания и сушки одновременно. Все очень быстро меняется. Все очень как-то так логично, очень интуитивно. Фен легкий. Он также менее громкий, чем все остальные. Здорово то, что это мультифункциональный такой набор. И он быстрее сушит волосы однозначно, чем все остальные. Пока что мне понадобится время, чтобы дольше им попользоваться и понять, в чем же сок этого Дайсона. Именно за что его так валят. Потому что говорят, что при длительном использовании это влияет на качество волос. Именно в положительном смысле этих слов. Это у меня лимитированный рождественский набор. В медном цвете обычно он идет черно-розовый. Я не жалею, что я его приобрела. Но учитывайте вот такие особенности. Да, было выгоднее заказать в Америке. Да, он там еще был в наличии. У нас их быстро размели. Мне нравится то, что есть и чехол, куда можно все сложить и взять куда-то с собой. Мне нравится то, что есть коробка, где все это можно хранить. Очень классное приспособление. Только единственное, что мои волосы не поддаются накрутке. Так легко, как мне хотелось бы. Поэтому мне нужно время, чтобы с этим совсем поиграться. И потом сделаю на него отдельный обзор. Наверное, не в формате видео, а где-то во влоге. Мы с вами посмотрим, как это работает. Но хочу вам сказать, что я не использую никакие укладочные средства. Мои волосы не любят быть объемными. Они вообще не приемлят какие-либо укладки. Но сейчас я не использую ни одного средства для волос. И волосы стали легче. Они более объемные. Они не электризуются. И все происходит настолько быстро. Просто раз-раз-раз-раз-раз. И готово. И они наконец-то не настолько прилизанные, как раньше. Явно видна разница в тех видео, которые я снимала без него и с ними. С тех пор, как он у меня появился. Штука очень классная. Возможно, это не предмет первой необходимости. Но если у вас сильно пересохшие волосы. Я заметила, что он выдает менее теплую температуру, чем мой фен. Даже при самой высокой мощности. То есть, когда ставишь на максимум тепло, то все равно он не так сильно сушит волосы. Именно не так сильно их пересушивает. В общем, в целом я безумно довольна своей покупкой. Но мне необходимо время, чтобы сложить все плюсы и минусы. Чтобы понять, чем же при длительном использовании эта штука отличается от других. Это стильно, это модно, это просто. И это выполняет свою работу не на 5, а на 5 с двумя плюсами. На этом у меня все. Я надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Подписывайтесь, если вы все еще этого не сделали. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.